Всем всеобщий доб 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 дорогие друзья, меня по-прежнему зовут Виталий, также широко известный в узких кругах, как сова на обзиратель заводов, что у вас уже выпустили из сумасшедшего дома, я не планировал на самом деле пока выпускать ролики с обзорами, давно их не выпускал, поэтому если будут накладочки прошу прощения, но сегодня у нас, так сказать, повод есть, потому что сегодня Дима мне отдал свой завод, Дима тот, который, кстати, слаб, И на данный момент я единственный человек, у которого есть это сохранение, если ты будешь очень внимательным, то это сохранение может стать и твоим, а если не будешь очень внимательным, то потом выпросишь его у Димы, значит, что написал мне Дмитрий в сопроводительной записке к данному сохранению? Привет, дорогой друг и товарищ по цеху, взаимно, здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Дмитрий, я играю в эту игру публично, транслирую все свои страдания, провалы и успехи в прямой эфир, поэтому, скорее всего, этот сейф может показаться знакомым для многих из вас, тем не менее, лично присутствовать на моем заводе до сего лишнего дня могли не только лишь все, пора исправить эту несправедливость. Предлагаю вашему вниманию практически завершенную стройку моего завода, но пока мы все еще не вышли из хаба, я должен кое о чем предупредить, я заметил, что все обзоры ты любишь начинать из уборной, да, я начинал бы, но тут немножко шумно, вот тут если подойти, становится немножко шумновато, так вот, дело в том, что у меня сломался унитаз, но отставить панику, я все починил, и он снова работает, даже лучше, чем раньше, эффективность собывающего механизма 200%, советую крепко держаться за порочной во время использования. Ну давайте попробуем, что-то не срабатывает. Ооооу! Нет-нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет! 2 ок... Нет, только не путь. только не пауки но что ты в норме? нет это норма простите я тут продолжаем ну что твари не ожидали, да? я вам покажу сейчас куськину мать так, а как? меня замуровали походу ну-ка выпейте меня отсюда, я еще не всех добил капец они страшные господи какая мерзость а? есть еще желающие что-то мне сказать? вот так-то лучше ну что ж, а теперь по поводу моей стройки процент завершенности примерно 90% основное производство расположено в травяных полях круглая штука с кучей дронов ну вот она это мой склад в форме шишки эти дроны готовы достать любую нужную мне деталь со склада в любую точку карты где бы я не затеял новую стройку рядом со складом расположена цеха производящая весь ассортимент интересующих меня деталей а также большой центральный вокзал вон он так, вокзал вижу что у нас тут еще? изначально я решил отказаться от использования месторождения в этом биоме и смело застраивать их фундаментами, если потребуется поэтому все необходимые ресурсы для работы завода поставляются по железной дороге из других биомов отдельного внимания заслужит конвейерная шина соединяющая центральный вокзал и сталилитейный цех каждая лента в этой шине рассчитана на передачу шести сотен руды в минуту поставки руды еще нестабильные у меня есть идеи, как это можно исправить а неподалеку от сталилитейки присутствует угловатая облака с новогодним производством которое можно не смотреть, ибо не сезон ну что ж, я думаю, что мы понемножечку начнем прямо вот как она описана так мы и пойдем на это все смотреть а для начала начинаем начинать и первое что на самом деле меня интересует это что здесь делают вот эти вот ребята потому что клянусь печенью морского ежа здесь этого не должно быть что-то у меня, судя по форме, у меня такое ощущение что на каждом из такой лучей должно было быть по геотермалке но, видимо, потом что-то пошло не так но это мое предположение на самом деле я не знаю я не в курсе даже всех вещей, так сказать, которые здесь построены но тем лучше по крайней мере, будет на что посмотреть впервые это очень сильно похоже на распределительный хаб и скорее всего это для телепортации да, это видимо телепортационные штуки и это центральная база чем-то похоже на Тони Старковскую из некого фильма про некого человека который, возможно, даже был железным ага зачем это штуки для соединения это у всего одного с другим это, судя по всему, куда-то телепортация на какие-то еще дополнительные склады о любопытно такого решения я еще не видел для декорации респектуха так, что у нас тут еще есть Тошка отхотел создать здесь базу, а так руки не дошли зал трофеев ага зал трофеев вот лучше бы меня сюда телепортировало ага куча лизарддога даже склад техники здесь присутствует и что-то еще у нас есть интересного на данном производстве и прямо так вот вниз вертикально у меня уже был опыт спуска по таким штукам он обычно заканчивается не очень сильно хорошо но, может быть, здесь что-то было бы иначе ну ладно, проверять мы не будем космический лифт на отдельном постаменте кстати, прикольный постамент а, и космический лифт сделан под дронов тоже, кстати, хорошее решение ну что ж, ладно, пойдем тогда против или по в общем, короче, начиная отсюда и посмотрим, что здесь, в принципе, у нас полноостроено это просто базовые ресурсы сюда, видимо, у нас заходят да, ага ну да, базовые компоненты меди и даже немножечко железных слиточков короче говоря, видимо, это когда-то либо работало либо будет работать либо, не знаю, почему-то здесь нет электричества в данный момент причина, по которой здесь нет электричества, мне неизвестно поэтому я не знаю ладно, пойдем посмотрим на шишку пойдем посмотрим на шишку вот такая вот у нас шишка шишка прикольная что-то у меня, по-моему, с фпсами не очень как-то я бы даже сказал немножечко они начинают просаживаться возможно, потому что мы приближаемся к блоку демоблоков нам явно нужен демоблокометр иначе мы не сможем ух, смотать там все, понастроено иначе мы не сможем четко посчитать, что здесь насколько демоблоков здесь понастроено поэтому добавляем добавляем демоблокометр и посмотрим, куда здесь чего и откуда идет должен, видимо, где-то быть наверное, какой-то товарищ, приносящий сюда аккумулятор, или они должны отсюда куда-то приезжать вернее, откуда-то сюда приезжать и это, получается, некая шинка которая по переполнению отправляет сюда всякое так, и что с ним потом дальше случается после того, как всякое сюда пришло после того, как всякое сюда пришло оно начинает, или не начинает это, видимо, не начинает, а что оно должно сюда проталкивать? ага, это должна усиленная железная пластина но, видимо, их пока что не переиздет переизбытка их, короче, пока что нет а, тут даже подписано для тупых, что здесь должно быть понятно резерв, резерв, резерв а здесь вон копится всякое короче, есть шинка, которая вот сюда это все накапливает а переполнение, куда девается, видимо, где-то, наверное, утилизируется, что ли Потому что, явно здесь, там где-то, должен, наверное, стоять и наверху утилизатор всего этого великолепия reap звер태ка есть и утилизатор-то? да, и даже и не один с утилизаторами здесь тоже полный порядок понятно, в общем, идет шина со всякими разнообразными ресурсами Там дальше они фильтруются по складам После того, как они отфильтровались по складам Они разносятся, соответственно, по дронам А то, что никому не нужно И ни для чего больше использоваться не будет То есть весь переизбыток уходит вот сюда Вот в утилизаторы Получается вот такая вот шишка Так, со складом шишкой мы разобрались Значит, что там у нас еще есть дальше? Так, это у нас никак не описано Но мы это сами посмотрим 7,5, изол 7,5 и еще база 7,5 Наверное, эта шифровка из центра что-то означает Но непонятно что А, и здесь это все дело собрано на умных разветвителях Для того, чтобы можно было использовать не очень много лент В данном случае получается две То есть по одной ленте идут всякие разные компоненты Еще по одной, где-то снизу заходят еще какие-то компоненты А, ну в данном случае болты, потому что, да, болтов нужно дохренище Так, ну и с другой стороны такая же система примерно Вот такая вот Так, вот такая вот у нас есть система Теперь продвигаемся дальше Это мешалочки для производства Для производства чего? Чего у нас тут делается-то вообще? А, система охлаждения здесь делается Из радиаторов, моторчиков и азота Блин, мотать-то сколько всего Счетчик, по-моему, скоро начнет зашкаливать уже понемножечку Ладно, когда я говорил, что я видел заводы, где демоблоков больше Возможно, я погорячился Так, ну что ж, пойдем дальше смотреть Ну и, кстати, кто-то спрашивал на стриме, что такое демоблоки Демоблоки это вот Вот такая вот штука Вот прям вот демоблоковая конструкция, как она есть Классический демоблок выглядит вот таким вот образом Блин, протормаживает Не справляется у меня FPS-очки с такими объемами Не, ну что, здесь все построено в одном едином стиле Что это за стиль? Ну вот такая вот внизу идет штучка, из которой падают ресурсы Вот такая вот еще идет штучка, в которой, соответственно, готовый продукт уже выходит И дальше по леночке идет туда, куда он дальше нужен Ну, в данном случае он уходит куда-то вот туда вниз И вот по этой вот шинке уходит, видимо, в склад шишку Я так подозреваю А может быть и куда-нибудь еще Нет, видимо, он уходит много куда То есть это какое-то производство, работающее по остаточному принципу Здесь часть идет на производство, часть уходит дальше И вот эта вот часть уже утилизируется Короче, склад это последнее звено в данной цепочке производства Ладно, посмотрим, что там еще у нас есть Досконально смотреть, что здесь, где производится, наверное, смысла нет А вот как это все здесь функционирует И как все это расположено, смысл есть Потому что, подозревая, вот с такими вот конструкциями, было капец, сколько геморроя То есть идет она вот отсюда Потом она распределяется на две части Да, так вот через конвейерный разветвитель, через обычный На вторая часть через другой конвейерный разветвитель уходит вот сюда В итоге получается вот такое вот попарное соединение А это, видимо, какая-то центральная шина, что ли, по которой сюда это заходит Что это вообще такое Даже интересно будет разобраться Так, идет труба Идет труба, идет труба Потом эта труба уходит вот сюда Ну, это, видимо, для дальнейшего Для дальнейшего распределения Тут, видимо, она потом расходится через конвейерный разветвитель на две части Ну да, часть идет у нас туда Мальчики налево, девочки направо И потом собирается вот в такие вот конструкции Интересно, интересное решение Ну, здесь очень много чувства было микроменеджмента Потому что в воздухе подключать вот такие штуки Это крайне непростая задача Я бы даже сказал очень Ладно, отправляемся дальше Сейчас надо как-то выбрать такой ракурс, при котором будет не так сильно тормозить Сейчас мы пролетим вот через всю эту штуку Я так подозреваю, что она сделана, в принципе, вся примерно по одному и тому же принципу По крайней мере, с виду очень сильно похоже на то Ну, вот какая конструкция Так, теперь нам надо добраться Добраться, добраться Отдельного внимания заслуживает Так, заслуживает конвейерная шина Соединяющая центральный вокзал И сталь-литейный цех Значит, нам надо сначала добраться тогда До центрального вокзала Для того, чтобы посмотреть, как он, в принципе, функционирует Потому что здесь прям Разводочка такая Просто так не разберешься Куда-то вдаль уходит Магистралька Так, вот здесь у нас стоят поезда Путевые светофорчики И это штука для Для разворота, получается И вся вот эта вот Весь вокзал, получается, отмечен Как один огромный сегмент Так, что ли? Не, весь вокзал, по идее, отмечен не должен Но я не знаю, на самом деле, куда этому поезду надо А-а-а, вон Вон он как поехал Ничего себе, ну-ка, подожди Надо интересно разобраться в этом во всем Ну, то есть, по идее, вокзал должен быть сегментирован Отдельному... Ой-ой-ой, да даже вот так вот А-а-а, то есть нет сегмента Вот эта вот штука никак не закрывается Так, а какой он тогда поедет потом? А, он проехал и уехал куда-то вот туда вдаль Любопытная конструкция А здесь есть А здесь нет То есть здесь есть сегмент Здесь есть сегмент И здесь есть сегмент Может быть, та штука не работает просто, первая Потому что почему-то там нет цветофора Ну ладно, видимо, так задумано И, суть по всему Здесь была задача Переделать рельсы, которые остались От четвертого апдейта Особо ничего не изменяя Потому что По идее, можно было бы сделать, наверное, даже и попроще А вот это, по-моему, как раз и шина Да, от ведущего центрального вокзала Да? Ууу, там еще есть Нет, подожди, это не центрального вокзала Центрального вокзала у нас, получается, идут две вещи Одна идет вот здесь Ох, мотать тут ресурсов Красота Так, ладно Одна идет вот отсюда И распределяется На вот это производство Здесь у нас цемент Кремнезем Еще кремнезем Проволока Здесь что-то непонятно, что здесь делается Что-то слишком быстро уезжает Так, что здесь делается? Здесь делается медный лист Медные листы Здесь идут трубы По-моему, это штука, которая делает вообще решительно все Скорее всего, это высчитанная Катерина и проволока Высчитанная для дальнейшего производства Потому что вряд ли она просто так здесь построена Пруты Потом еще пруты Что-то у нас еще есть интересное? Трубы, трубы И медная всякая штука Так, есть такая вещь Ладно Так, так, так Поставка руды все еще нестабильна У меня есть идея, как это можно исправить Угу Так, ну вот у нас Ух, мотать тут Просто капец Сколько всего Охренеть Да, шин с рудой Здесь мое почтение Да тут не только с рудой Тут совсем по С чем только тут нету Ууу Так, ладно И куда все это уходит? И все это проходит четко вот здесь И потом начинает, видимо, распределяться По вот этой вот огромной сталелитейке Угу Где у нас делаются всякого Разнообразного рода слиточки По факту весь этаж у нас производит слитки железные Кстати говоря, весь вот этот цех у нас тоже производит слитки железные А следующий уже пошел на Котерий Ммм Вот такие вот встроенные производства Вот он, в принципе, классический демоблок перед вами Прям вот классический Ресурсики подошли Ресурсики через конвейерные лифты распределились Все это занимает практически минимум места Только для того, чтобы разместить цеха И, соответственно, все это одно к другому подключалось И дальше готовый ресурсик отсюда куда-то уходит дальше И все повторяется В чем прелесть Диминой концепции? В том, что она по факту имеет повторяемость То есть если... Ммм По-моему, у нас началось автосохранение Ммм Видимо, да Придется подождать Все, автосохранение у нас пошло Поэтому мы можем продолжать наше изыскание И вот здесь вот у нас обходит такая шинка вокруг И эта шинка уходит на дальнейшее производство Здесь вот у нас что-то типа базового производства Потом эта штука уходит вот сюда Где распределяется по уже не базовому производству Из которого получается много всякого Что там получается, мы уже смотрели Ну и где-то здесь, по идее, тогда должна быть шина По которой уходит уже готовая продукция отсюда Ну, в общем, примерно так оно и есть Да Ну вот она у нас отсюда выходит И, соответственно, дальше пошла Частично она пошла вот там А частично она пошла вот здесь Так она поехала, 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 поехала И вот куда-то туда приехала Где по еще одной огромной шине Распределяется уже по следующим цехам Здесь у нас ассемблеры, из которых будет делаться непонятно что Без рецептов тут особо не прикинешь Вот здесь вот усиленный пластин, например В соседнем цеху ротора Ну, короче, это следующая итерация, так сказать, компонентов Потом дальше идут уже сборщики И все вот это вместе уходит на шишку Так, с этим вроде разобрались Теперь отправляемся тогда дальше на угловатый облако Присутствует угловатый облако с новогодним производством Его можете смотреть, а мы все равно посмотрим Потому что не сезон Это получается некая такая летающая левитирующая платформа Ну, что, кусочки прикольные сделал, мне нравится По-новогоднему Так, это у нас подземный склад Еще одна елочка Из розеточек Не задолбался ли ты ее строить? Вот в чем у меня какой вопрос возникает Так, здесь при помощи точно такого же демоблока Выстроены у нас производства новогодних компонентов Ну, и здесь, соответственно, тоже кусочки Которые нужны для производства новогодних компонентов Так, с этим тоже разобрались Дальше по списку Чуть севернее Так, ну, севернее-то там Это же там Ну, да Так, если вот это вот была у нас литейка со всеми вещами Дальше, чуть севернее, это вот туда Значит, чуть севернее На границе с розовым лесом Находится моя многострадальная АЭС на 30 реакторов А это вот там Не совсем чуть Это прям сильно севернее Но полетели туда пока Так, реакторы расположены на шестигранной стойке А вода для них Привозится с западного берега Упакована в виде Большая серая коробка Похожая на телевизор Производит топливо для реакторов И занимается переработкой отходов В задней стенке находится Вертикальная шинка Которая меня уже много раз выручала Отличный способ организации сложного производства Так, что там у нас еще есть? В целом, место АЭС Казалось очень удачным Большинство необходимых ресурсов Железо, медь, известняк, уголь и сера Здесь уже есть Железная дорога потребовалась Только для доставки урана Катерия, азота и воды для реакторов Это как раз вот эта вот коробка Коробка похожа на телевизор Это, наверное, она Ну да Судя по тому, что здесь пошел фон Это точно она Так, а где вот эту коробку для телевизора У нас вход? Сейчас пойдем найдем вход В коробку для телевизора Вход в коробку для телевизора По-моему, много где Ну, может быть, даже в том числе и вот здесь Ну, давай вот отсюда, допустим, туда проникнем Так, можем отсюда туда проникнуть? Мне кажется, что можем Так, а как туда по-нормальному можно залететь? Ну, неважно Ладно, не знаю, как туда прилететь по-нормальному Мы залетим туда просто так В закрытых помещениях тяжеловато Перемещаться По факту это многоэтажная конструкция В которой производится всякое И это всякое По такой вот круговой шине Как раз, которая у нас была описана Ездит Это, видимо, круговая туда-сюда, да? Ну да Это полностью круговая шина Замкнутая По которой у нас ездят всякие разнообразные ресурсы То есть локальная шинка для распределения ресурсов между этажами Если я куда-нибудь залечу Для тех, кто еще почему-то может быть не знаком с круговыми шинами То выглядит это вот так Принцип довольно простой С другой стороны Она замкнута точно так же И ресурсы едут по ленточке Соответственно, если нам нужно что-то добавить Мы ставим соединитель И из цеха туда выводим ресурс Если нам надо с него забрать Мы ставим разветвитель И любым образом подключаем туда, куда нам нужно Дальше Естественно, вот у нас выходят ресурсы Вот мы их отсюда забрали Что-то у нас переработалось Дальше она идет сюда И возвращается Ну где-то вот здесь вот оно должно возвращаться, по идее Ну да, вот она эта штука И она у нас возвращает все это дело на шину Принцип организации довольно Простой и довольно эффективной В действительности для таких вот вещев Где нужно много всяких компонентов в одном месте Так, а вот как раз у нас и ядерка Которую мы уже видели кое-где Потому что Ее некоторые заимствовали уже себе Поэтому в нашем цикле занимательных телепередач Данная ядерка уже встречалась Кстати говоря, здесь перестало тормозить Мы уехали от большого скопления демоблоков И фпс-ки резко вернулись в норму Поэтому сейчас мы здесь спокойненько опустимся вниз И там дальше у нас уже не будет ничего Ну вот такая вот штуковина Наверняка кто-нибудь будет спрашивать Поэтому сейчас мы долетим до столба И сделаем вот так Здесь у нас на данный момент производится 75 тысяч При максимальном потреблении 87 тысяч Если вдруг все в какой-то момент заработает целиком и полностью Но суть по тому, что я видел там огромный батарейный блок Это не будет являться большой проблемой Потому что пробки все равно не вышибет Так, ну вот такая вот у нас есть ядерка Теперь нам надо свериться с планом Посмотреть, что мы еще не посмотрели Так, 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 так На этом владения почти закончились Осталось летать на западный берег Посмотреть на нефтянку На разбавленном топливе И небольшое производство алюминиевого лома И огромную водокачку, снабжающую АЭС Ах да, здесь еще появилась моя новая схема Производящая аккумуляторы Запуском этой схемы я сейчас активно занимаюсь Нужно наладить поставки всех необходимых ресурсов для ее работы Значит, мы понемножечку отправляемся на западный берег Но перед тем, как мы туда дойдем Мы еще посмотрим по дороге на вот это Это, судя по всему, хранилище воды Для чего-то Правда, не вполне понятно для чего Либо не для чего Либо вот эта штука куда-то все это дело потом Уводит, либо телепортирует Непонятно Здесь ничего не могу сказать А это, получается, распаковка Ну да, если оно приходит сюда в упакованном виде То вот у нас трубы и распаковочный цех Который все это дело дальше отправляет Это там должен тогда, наверное, скрываться Либо утилизатор, либо канистры отправляются назад Батарейный блок, он, кстати говоря, не заряжен Поэтому, судя по всему, он даже не подключен Иначе он бы, скорее всего, зарядился На, канистры возвращаются назад Короче, это замкнутый цикл Приходят бочки, они распаковываются И потом в обратном на какие-то другие поезда Вся эта штука уходит За счет чего вся конструкция в итоге и функционирует Ладно, отправляемся дальше по рельсам Я думаю, что если мы вот так вот полетим Полетим, полетим То очень через некоторое время Мы должны прилететь к западному берегу На котором и найдем то, что нам нужно Но можно немножко сократить время Ну что ж, вот мы и добрались до западного берега Где у нас расположено, пока мы летим с общими видами Я как раз посмотрю, что у нас там расположено Так, западный берег Новая схема производства аккумуляторов Производства алюминиевого лома И огромная водокачка, которая снабжает АЭС Так, ну что ж Давайте начнем с чего-нибудь Начнем с чего-нибудь Начнем с чего-нибудь Начнем, наверное, вот с этого Это, скорее всего, есть как раз Огромная водокачка, которая снабжает АЭС Я так подозреваю Да, потому что здесь очень много всякого И упаковочный цех Так, и с другой стороны По всей видимости симметрично расположено Ровно то же самое Да С другой стороны симметрично расположено Точно то же самое Видимо, канистры сюда были в свое время закинуты В необходимом количестве И теперь эта штука просто рециркулирует Сама в себе Потому что канистры там опустошаются Дальше они заезжают сюда Наполняются водой И заезжают уже дальше Вот куда-то На вот эти штуки Там еще и с другой стороны такая же хрень Да, там еще и с другой стороны такая же штука Понятно В общем, если посмотреть отсюда Видимо, эта штуковина Будет симметричной Или плюс-минус симметричной А мы попробуем это и сделать Если за точку симметрии нам взять За ось симметрии, вернее Нам взять вот эту вот железную дорогу То Какая интересная конструкция получается То за исключением вот такого вот поворотного механизма Ну да, получается плюс-минус симметрично Ну даже не плюс-минус, а симметрично Немножечко портит весь вид Только вот эта вот дальняя штуковина Так, ладно А мы тогда с вами отправляемся дальше И вот это вот должно быть Скорее всего Производство лома А вон ту штуку, по-моему, я видел на стриме Это как раз, наверное, цех аккумуляторов Так, ладно Подправляемся тогда вот сюда И посмотрим, что у нас здесь Да, это производство лома Производство лома, уходящее на железку Которая, собственно, все и обслуживает дальше Ну а это необходимые для этого вещи Тут у нас резин производится Пластик производится А, это нефтяночка у нас, нефтяночка Резина-пластик Резина-пластик, пластик и резина А сверху Полиэфирная смола Это что здесь делается? Получается топливо Из мазута Топливо из мазута Короче, здесь по разбавленной схеме производится Да? Сейчас посмотрим Остаточная штука, да? Должна быть Да, альтернативный переработанный пластик Ну и с резиной, я так подозреваю Такая же примерно история Очень выгодный рецепт, рекомендую Там прям до хрена получается Да, пластик из резины Ну и, скорее всего, где-то резина из пластика Так, здесь у нас тоже пластик из резины Где-то здесь должна быть резина из пластика А это просто нефтянка-переработка Да, и сырой нефть, полиэфирная смола и мазут Ладно Вот такая вот штуковина Так Вот такая вот штуковина И дальше Дальше мы отправляемся как раз В последнюю точку Ну, вернее, в предпоследнюю В последнюю точку у нас будет еще железная дорога А предпоследняя точка у нас вот она Это у нас новый аккумуляторный завод Который Запуском которого Дима сейчас активно занимается Нужно наладить доставку сюда Всех необходимых ресурсов То есть это заработало почти Так, оно Так, боксички Куча всяких других ресурсиков О, какая там штука Здесь, по всей видимости, еще одна такая же замкнутая шина Круговая, скорее всего Но это не точно Сейчас посмотрим Да? О, какой она интересной формы Ну да Принцип здесь точно такой же Просто она получается еще изогнутая За счет того, что вот эта вот часть изогнутая Она же изогнутая? Да, она изогнутая То есть она слева и справа немножечко имеет вот такую вот форму Такс, ладно Форму она имеет такую Но внутри это все равно Дима-блоки Потому что кто строил? Дима строил Если Дима строил, значит дима-блоки И смотреть на нее, по всей видимости, надо еще и вот отсюда Да, вот отсюда она имеет более Этот самый С более знакомый вид Ну, какая штука Сохраню себе на память А это для... Либо для питания ее Либо это просто остаточное топливо, что ли, сжигает В общем, не знаю Либо это автономка Причем полная Либо это просто утилизация того, чего не нужно Из остатков Тут ничего не могу сказать Потому что не знаю Но, по крайней мере, она еще пока не работает На данный момент Вот такая штука Хипотично выглядит, мне нравится Водичка Здесь должно, по идее, делаться тогда разбавленное топливо Вот в этих штуках Должно размешиваться Ну да Разбавленное топливо здесь и размешивается Вот такая хрень Ух, да В квадратном мире делать вот такие вот конструкции Это можно опупить Не, прикольно смотрится, мне нравится Так, и у нас остается тогда еще Так, сейчас Мы какую-нибудь общую панорамку дадим на это все И остается у нас еще пробег по железной дороге Который показать будет не так-то просто, действительно У нас показом пробега по железной дороге возникнут некоторые проблемы Но, с другой стороны, если мы поставим быстрое перемещение И быстро переместимся Тогда показать ее будет довольно просто Так, у нас поставлено то, что нужно поставить И теперь комментарий от Димы Есть одна вещь, которая заняла очень много времени Но показать ее непросто Это железная дорога, благодаря которой все это и функционирует Сделана она в виде замкнутого кольца вокруг всей карты Я ей доволен, но местами она все-таки требует доработки Особенно там, где я не играю Это север карты На этом мой рассказ, пожалуй, окончен Ну что ж, рассказ, пожалуй, окончен А мы тогда пробежимся понемножечку При помощи специального железнодорожного режима По всей вот этой штуке И посмотрим, насколько это полотно на самом деле большое Правда, возможно, будет немножечко притормаживать Особенно там, где много построек Вся железная дорога здесь выполнена, грубо говоря, как одноколейка Но одна под одной Места занимает мало Но поезда пропускает в двух противоположных направлениях все равно Что-то я не вижу здесь практически нет Цветофора здесь есть, но не очень много То ли Дима здесь их недорасставил То ли они, в принципе, здесь не нужны Одно из двух не знаю Так, летим дальше Летим дальше, летим дальше Ну, на Дима Дузу у нас был отдельный Отдельный обзор Поэтому, я думаю, что повторяться смысла никакого нет Кто не смотрел обзор на Дима Дузу, может посмотреть Она здесь как раз была где-то недалеко И вот мы приехали на вот эту железнодорожную штуку То есть, если, в принципе, отсюда посмотреть То получается вот такая вот конструкция То есть, двухколейка, двухколейка Здесь с большим количеством развязок И дальше пошла вот сюда Дальше пошла вот сюда Здесь есть ответвление, которое доставляет Отдельную воду на ядерку И некоторое количество развилок Которые позволяют еще перемещаться между уровнями Вот такие вот И вот сюда вот они в итоге заходят Короче, какая-то вот такая вот у нас получилась Конструкция с вами Ну что ж, наконец-то легендарное сохранение добралось Легендарное сохранение, которое строилось 1600 часов И только вот это сохранение Безо всяких элементов, которые строились вне него То есть, здесь где-то сильно больше 2000 Я думаю Потому что некоторые элементы строились отдельно Чтобы не тормозило И потом интегрировали сюда Соответственно, в сроки сейва Это никак не записывается Что я хочу сказать Наконец-то вы посмотрели на сейв автора Автора легендарных демоблоков Поэтому пишите, что думаете в комментариях Ну а теперь самый интересный вопрос А как же вам, так сказать, получить такое сохранение? Поскольку Дима доверил сохранение Ялонни тому человеку То я решил сыграть с вами в небольшую игру Я хочу сыграть с вами одну игру Сохранение могут получить не только лишь все Дима сказал, что его можно расшарить Но это было бы слишком скучно Поэтому сохранение в первую очередь Получит самые внимательные Что нужно для того, чтобы его получить? Прямо сейчас Прямо сейчас вы набираете На клавиатуре на своей Следующую комбинацию Которую вы сейчас увидите на экране Вы набираете Это мой сайт Дальше ставится слэшик И после слэшика надо набрать Секретную фразу Что это за секретная фраза, спросите вы Набирать ее нужно без пробелов Маленькими английскими буквами Прямо вот в одно Это секретная фраза, имеющая смысл Это не просто набор какой-то букв И эту секретную фразу Все протяжение этого ролика Вы видели на экранах Оно могло быть на каких-то зданиях Может быть где-то написано на земле Еще где-нибудь С самого начала ролика и до самого конца Кусочки этой фразы постоянно появлялись в этом ролике Никто не обращает на это никакого внимания Но у вас теперь есть повод Возможность И если даже есть желание Вы можете пойти и найти все это Ну а дальше делайте что хотите Хотите поделитесь в комментариях С остальными, если нашли и скачали Хотите Не делитесь И смотрите как Все мучаются дальше Но через какое-то время Дима просто выложит это в открытый доступ Я думаю Так что тем, кому совсем впадло В свое сохранение вы все равно получите Что я еще хотел сказать Да в принципе все Обматерить меня за мою прекрасную инициативу Можно в комментариях Ну и в ближайшее время Роликов на канале выходить не будет Никаких вообще Потому что я, к сожалению Потерял возможность в данный момент их делать Дальше посмотрим Но если это будет последний ролик То я считаю, что для последнего ролика Он был прикольный Всем спасибо за внимание И надеюсь еще увидимся Спасибо за просмотр Если ты досмотрел до этого момента И видео тебе зашло Не поленись что-нибудь написать И что-нибудь поставить Это бесплатно и поможет каналу расти дальше Уведомления о новых видео Ты сможешь получить только подписавшись И включив несчастный колокольчик В настройках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok